увеличение губ довольно популярная процедура которая помогает сделать объем губ больше и улучшить их форму и сколько бы ни вели споры противники и сторонники этой процедуры большинство женщин считает именно большие и пухленькие губы эталоном сексуальности и женской привлекательности яркий макияж пухлые губы и нити в подбородке в погоне за красивой внешностью она попробовала несколько процедур родители трансформацию во внешности дочери не одобрили сейчас даша говорит что приветствует естественность в облике я сделала четыре года назад у меня до сих пор легкий такой объем держится кому-то необходимо постоянно а кто-то уже становится зависим это очень плохо мама конечно же отрицательно она вообще меня поругала сказала почему ты со мной не советуешься почему ты мне не спрашиваешь самовольничаешь идешь и делаешь такие вещи прежде чем идти на какую-то такую процедуру подумайте 10 раз сопоставьте все за и против посмотрите на свой возраст если вы еще достаточно молоды мне кажется ни к чему еще вот обращаться вот к таким кардинальным изменениям стандарты красоты из года в год меняются но принято считать что именно пухлые губы женщины и есть та изюминка которая так притягательна для мужчин тем временем врач дерматокосметолог и рада хашербаева предупреждает эта процедура нужна далеко не всем существует ряд противопоказаний как относительно так и абсолютных при проведении данной процедуры абсолютными противопоказаниями является сахарный диабет онкология также является аллергические реакции в стадии обострения дерматологические заболевания различного генеза в стадии обострения к относительным противопоказаниям является беременность лактация также урви орзе грипп гипертермия гипертензия вирусные различные заболевания в стадии обострения то есть являются противопоказания если девушка пришла уже с пухлыми губками ну нет тут никаких вариантов увеличивать их более поэтому мы предлагаем данной ситуации либо их просто увлажни либо же мы отказываем кстати процедура по увеличению губ дорогое удовольствие так в шимкенте за это придется выложить от 60 тысяч до 110 тысяч тенге к слову уже не первый год стандарты красоты приближаются к натуральности а значит прежде чем идти к косметологу за чудесные инъекции стоит тысячу раз подумать чтобы не уподобляться звездам сначала увеличившим губы а после девушка тимати анастасия решетова призналась у себя в инстаграм что уменьшила губы как отметила девушка у себя в инста stories когда сняла ресницы волосы и уменьшила губы и не накрасила глаза и вуаля выгляжу на свой возраст мы полностью согласны с настей она и правда стала выглядеть моложе а точнее на свой возраст как раз на 22 года бывшая солистка группы тату юлия волкова тоже вернулась к своей природной форме губ юля стала выглядеть более естественной и это ей пошло на пользу будем честны форму губ меняют или корректируют почти все звезды вот например варианты случае с кайли дженнер проведена контурная пластика губ благодаря чему получен радикальный результат который поменял полностью пропорции лица у николь китман проведена процедура объемного моделирования средней трети лица и контурная пластика губ именно такая внешность николь позволила ей стать звездой и получить титул мировой красавицы как бы то ни было если вы все же решились на процедуру тысячу раз подумайте и обратитесь к квалифицированному специалисту квалифицированному специалисту